Ну что, друзья, 34-я серия глазами школьника, которая должна вам понравиться. Обязательно досматривайте этот ролик до конца, потому что в конце будет интересно. А если ты еще не подписан на канал, сделай это прямо сейчас. И давайте под этим видосом соберем более 200 тысяч лайков. Приятного просмотра. Димон, наконец-то вы это сделали, да? Димон, ну ты и дурак. Рада приветствовать на торжественной церемонии, посвященному самому прекрасному и самому светлому празднику на этой земле, созданию РП-семьи на проекте Arizona Mobile. Обещаете ли вы, Дмитрий, играть со своей возлюбленной Полиной на третьем сервере мобайл-проекта Arizona RP до конца своих дней? Да, обещаю. Обещаете ли вы, Полина, быть всегда рядом с Дмитрием, помогать ему на слетах домов, машин и быть ему надежной опорой и поддержкой в опрах на форуме? Да, обещаю. Тогда ваш РП-брак официально зарегистрирован. Можете поздравить молодых. Полина, желаю вам с Димой дом вайн-буде и пять сотов для машин каждому. Дмитрий, желаю вам не играть в барах на последние верты, ну и не сливать аксы по дешевке на церемонии. Дима, желаю тебе взять лидерку и завоевать все больше и больше территорий на капте. Дмитрий, не дайте моей дочери стать мишенью для ДБшников и ДМщиков. Оберегайте ее от читеров и скамеров школьников. Хорошо? Вы отец Полины? А почему вы плюли? А мы еще не знакомы. Также у нас есть подарок от вашего друга Александра. Он подготовил для молодых рэп-клип, посвященный нашей жизни на проекте Аризона РП. Что? Это сон был? Да ну нафиг. Так ты понял, про какого президента школы вообще говорил Дерский? Ну Леопольд Агнольдович ему это сказал. Как я понял? Типа Дерского в президенты? Мне сегодня, кстати, кошмар приснилось. Какой кошмар? Рашид Эжавдата у нас со школы выгнала? Нет, мне приснилось, что у нас с тобой свадьба была. То есть наша с тобой свадьба это кошмар? Да нет, ты неправильно поняла. Там просто твой папа был. То есть мой папа страшный. Да нет, блин, у нас была свадьба. Кристина Игровина была ведущей и спрашивала, готовы ли мы с тобой до конца жизни играть в Аризону Мобайл на третьем сервере. А твой папа вообще был в блюре. Там беда. Ты клип про Аризону будешь снимать? Что? Ты о чем? Ты знаешь, что за ухи пошли? Что Леопольд Тернольдовит? Дима, тебя срочно хорошо держи, Абдата. Что случилось? Там твоя мама. Что? Зачем ты пришла? Ты как со мной разговариваешь? Распустили тебя, да? Где твой отец, а? Дома. Что случилось? Смотрите на него. Он как переехал к своему отцу. Другая жизнь. Он его разбаловал. А я что могу с этим сделать, а? Зачем ты приехала? Раши даже датом на. Дмитрий, я понимаю, у вас с мамой в отношениях проблемы. Но не вызвать ее в школу, извините, я не могла. Многоуважаемая мама Дима, а можете ли вы мне объяснить, как так вышло, что вы устроили вечеринку этим детьм в доме бывшего ученика этой школы Камрана и его простилоспадебабушки? Это было всего лишь недопонимание с этим учеником. Я же не знала, что у них конфликт. Я хотела как-нибудь. Раши даже в датом на. Может, лучше папу в школе? Чтобы он тебя прикрывал, заступался за тебя. Когда ты жил со мной, у тебя таких проблем не было. Проблемы были хуже. Значит так. Личные разборки свои устраивали вне стен этой школы. Меня сейчас в первую очередь интересует поведение вашего сына. Меня сейчас в первую очередь интересует, что творится у них в классе. Вы в курсе, что полиция в школу приезжала? Полиция, вы понимаете? Вы в курсе вообще, что мой телефон к доске прибили? Мэр в школу приходил. Сено какое-то привезли. Девочку с шоколадом обмазали. Боже мой. Ученик. Торти меня неделю всего не было. Дмитрий, что вы здесь устроили? Сын прибил телефон к доске? Зачем сено в школу принес? Да это не я принес сено. Реши даже в датом, но можно папу позвать? Она вообще ничего не понимает. Я не понимаю. Я сейчас тебя прямо здесь буду воспитывать. Ты меня уже достал. Малец, не понимает, как, видимо. Вы опалаумели, вы что делаете? Полиция, почему в школу приезжала? А ну успокоились все быстро. Что здесь происходит? Ты дурная, что ты делаешь? Ты чего приперся? Распустила его. А дурная я. Ты посмотри на тебя, как Леса. Ты почему за Димой не следишь? Что он себе позволяет в школе? Не можете меня не позорить. Дурная, опусти ремень и не позорь сына. Значит так, рты закрыли оба. Вы мне что устроили здесь? Уважаемые родители, я вас вызвала не для того, чтобы рассказывать вам, что ваши дети во всем виноваты. Лично вас. Я вызвала, чтобы напомнить, что ваш сын староста класса. И как староста он со своими обязанностями явно не справляется. Мне интересно, вы вообще в курсе о его поведении? О поведении его друзей? А вас, уважаемая мама Димы, я вызвала сюда не для того, чтобы вы мне ремнёк здесь размахивали. Так а зачем вы её вообще вызвали? Вы же знаете, один звонок и я приехал. Все вопросы и проблемы можно было решить вот без этой бывшей. Ты чё припёрлась? Если бы я не припёрлась, то твой сын через полгода. В тюрьме я бы сидел. Господи, боже мой, вы замолчите сегодня или нет? Я вас вызвала, дорогая моя, потому что из-за вечеринки, которую вы в чужой квартире устроили, в школу полиция приходит. Ты где вечеринку устроила? Дима, почему ты мне ничего не рассказала? Мой сын вообще болел на тех уроках. Даже справка есть. Так, вышли все из кабинета вон быстро. Сказала, вышли все вон из кабинета быстро. Ученики по урокам, родители в коридор. Вызывать по одному буду. Орех, Дмитрий, класс. Немедленно. Что произошло? Рашида, родители вызвало. Только твоих вызвало? Или всех будет вызывать? Кстати, что ты про клипы Аризону говорил? А, и ты хочешь, чтобы я записал клип про Аризону Мобайл? Блин, поможешь там с музыкой? Ну, мы же все в одной музыкальной группе, да? Орех, твой папа тоже в школу пришел? Кстати, если моего папа тоже в школу вызвут, то у тебя будет шанс с ним познакомиться. Ну, или поедем ко мне домой после уроков и будешь смотреть на моего кошмарного папа. Димон, ты уже инфу слышал? Что сказать последнее хотел? Это то, что и говорил до этого. В общем, я хочу попросить прощения за тот поступок, который совершил. И чтобы вы на меня обиду не держали. Я честно думал, что смогу продержаться с вами до конца учебного года. Думал, что вы перерастете, что это всего лишь последствия переходного возраста. Но за последнее время я понял, что все вышло из-под контроля. И с этого дня ваши проблемы вы будете разгребать самостоятельно. И как хотите. С меня хватит. Нет, вы классные ребята, и мы с вами многое пережили. Но, видимо, это ценил только я. И урок с Нотелой Павлиной в нами был последней каплей для меня. Я могу многое стерпеть, но то, что мои слова на регулярной основе не воспринимаются всерьез, этого и стерпеть не могу. Вашим новым классным руководителем, кто будет, это уже решит зауч. А смотрящим за классом решайте сами. Всего хорошего. Да не верю я в это. Это развод сто процентов. Ну, чтобы нас проучить. Он же говорил, а мы без него денемся. Не помните, что? Да петушился. Ты и твои друзья во всем виноваты. Что, Саша, весело, да? Дима, ты придурок. Ты что, офигела? То есть вы сейчас всю вину на нас решили повесить? А кто, кроме вас, здесь еще себя так вел? Ты себя со стороны видела? А дерзкий. Тупо клоун местного разлива. Вы своей четверкой вечно то и делали, что уроки срывали. А сейчас что? Твоя мамка Дима после тупой вечеринки у беды сделал нам еще больше проблем. Нафига? Еще Камрана в торт засунули вы, а менты допрашивали меня. Тупые. Так, закрылись сейчас все рты моментально. Разберемся. Реально, зачем вы все здесь панику разводите? Хотите? Я вас разгрыжу. Вот Сашка постоянно про свою Аризону говорит. Но я тоже знаю много интересного. Я лично люблю во фракциях себе. Я могу вам рассказать про них все. Я Рома. И да, я люблю играть в Аризону Мобайл на третьем сервере. Рассказывать вам о том, что это лучший проект для меня и моего класса уже будет лишним. Ведь вы все знаете, что на проекте есть практически все. Слеты, квесты, крафты, топовые акции, топовые шмотки, тачки, работы, развлечения, комьюнити, регулярные обновления и многое другое. Но никто не показывал вам топ организации по моему мнению. Вот допустим, полиция любого города СФ, ЛВ, РК, либо ЛФ. Это круто. Выполняя свой служебный долг, они помогают гражданам штата обезопасить их от любого риска. Каждый день они совершают подвиги. А еще, тебя будет регулярно радовать высокая зарплата и дружный коллектив, который вместе с тобой будет заниматься поимкой преступников по всему серверу. В этот же список по такому же направлению я хочу отметить и ПВР, который занимается поимкой особо опасных злодеев. И куда же без тюрьмы строгого режима, которая потом этих же злодеев охраняет под тяжелым замком. Че, смотрите, не помогло? Что, поцеловал Рашиду Жовдатовну? Ты че пришла? Ты че сюда приперла? Ты мне не тыкай. Дима, можно тебя на пару слов? Хочу только на пару слов. Гладь, ты в поголовке будешь. Как так получилось, что ты поцеловал учитель? Да мне прививку неправильно поставили. Я думала, что это Полина. В спортзале кого вы пытались подставить? Почему Саша фотографирует женский юб? Шоколадом девочку из параллельного класса обмазали? Столы ломаете? Зачем? Да че ты только меня спрашиваешь? Там все виноваты. А вызвали кого? Дима, что с Камраном? Так это у мамы спросили. А что я? Если бы ты рассказывал, что у тебя происходит в жизни, этого бы не случилось. Вот вы знаете, что происходит в жизни у вашего сына? У тебя есть номер этого Камрана и его бабушку? Зачем тебе их номера? Если вы не в состоянии решить проблемы, тогда родители будут решать. Ты что, на сторону мамы переходишь? Закрыл рот. Мне кажется, вы сильно грубо общаетесь с сыном. Может, стоит понять? Вы тоже закрыли рот. Своего сына мы будем воспитывать как хотим. Может, я уже пойду. Дима, кто такая Юля? Новенькая девочка в нашей школе. Вы над всеми новенькими издеваетесь? Так она Полину обидела. Проходи, проходи давай, не стесняйся. А что я? А что ты? Вот ты мне сейчас объяснять будешь, что мой телефон к доске прибил, кто парту сломал. И для чего ты вчера утопила телефон Александра? Я же вам говорю, он хотел фотографировать девушек в юбках. А дерзкого из-за гнетушек тебя? Ты зачем опрыскала? Кто вам такое сказал? Желдата, мне что он уже натворил? Что ты сделал? Да я честно ничего не делал. Господи боже мой, что с вашим классом не так? Почему? Хорошо, дожелдата, но не нервничайте вы так. Сейчас все разрешим. У вас есть номер Камрана и его бабушки? Вам-то он, собственно, зачем? Дима, иди на занятия. Может, он тебя обидел, да? Ты отстанешь уже от него? Дерзкий, что ты делаешь? Да что такое? И вообще, что там происходит, Дима? Это полный трэш, на меня почти все спустили. В смысле на тебя? Бабушка Саша еще пришла. Кстати, ты не знаешь, кого следующего вызывать будет? Камрану и его бабушке звонить собрались. Нафиг ты Германа трогаешь? Да потому что он достал постоянно нас обливать дерьмом. Ты меня достал, придурок рыжий. Думаешь, если ты здоровый, ты можешь обижать слабых, да? Да не трогай ты его, дерзкий. А что? За телкой спрятался, да? Я лучше за девушкой прятаться буду, чем доводить тщетелей до увольнения, понял? Ты дурак! Успокойтесь вы все, что вы делаете? Так, а нафиг там бабушку Камрана вызывают? А я откуда знаю? Папа что-то решить хочет. Саша сильно ругает? Ну я думаю, что ему от бабушки очень сильно прийти. А моего папу уже отпустили, просто ему на работу надо. Нет, еще не отпустили. Я просто сказал ему, что у нас в классе все хорошо и все друг друга любят. Как думаете? Я сниму с должности старостка? Так, короче, честно говоря, мне срать хотите вы этого или нет, но сейчас вы все слушаете внимательно и делаете вывод. Все вы слышали, что Леопольд Арнольдович уволился из-за нас, из-за наших проблем, из-за того, что мы зашли ну слишком далеко. В частности я. Хоть я извинялся, конечно, но видимо до меня не доходит с первого раза. Поэтому нам сейчас нужно разгребать все, что мы накрутили. И извиняться перед всеми, решать все проблемы, которые мы запустили. Поэтому хотите вы этого или нет, но сейчас вы будете слушать меня и делать все так, как я. Нифига себе. А что ты решил, что ты будешь главным? Вот именно. Проблемы сделал ты, а командовать с нами собрался? Ну, Дима тоже может быть за главного, да, Дима? Так, подождите. Я ведь тоже могу решить все проблемы. У меня, в принципе, залетов не было. Я в целом тоже могу быть за главного в классе. нет, за главного буду я. Я все эти проблемы заварил и я знаю, как их расхлебывать. Еще вопросы? Ты думаешь, что сможешь решить все проблемы? Ну, а ты хочешь проверить? Решай, сможешь или нет? Ты что сделал? Я что сделал? Ты не будешь за главного в этом классе. И вообще, переведись нафиг со своими недодружками и недоподружкой. Ты что, офигел ее обзывать? Нафиг ты его толкнул? А что случилось? Дима, тебя в кабинет вызываю. Что со шкафом? Вы что, снимаете клип резонный без меня? Кстати, Дима, А ты знаешь, на что сейчас похож наш класс? На что? На особо опасных злодеев, которые в Аризоне тоже присутствуют. На Аризоне можно быть не только крутым ментом, а еще и крутым бодитом. Прям как дерзкий. Ведь тут есть багасы, баласы, груб стрит, ацтеки, рифы и даже уличная группировка. Ночные волки. А если ты по серьезным темам, то это мафия. Якудзи, лакусаностро, да даже те же пайкеры. В бандах можешь грабить дома, устраивать борьбу за территорию и коптить со своими братухами. Угонять тачки, делать налеты на военку с корешами и в целом чувствовать себя темным авторитетом. Если покрупнее, то это мафиозы. Ты можешь с легкостью похитить игрока и с этого рубить кэш. Либо пришивать бизнесы богатеньких игроков. А если хочешь стать сухарем, то тебе нужно идти в байкеры. И в ходе роста карьеры ты можешь грабить мотовозы, инкассаторы, участвовать в битвах за контроль корабля. Согласен, что наш класс один в один похож на то, что я сейчас перечислил. И куда ты бы хотел пойти? Ром, давай потом. Меня ждут в кабинете. Что случилось? Дмитрий, в классе все нормально. А как может быть что-то нормально, когда у них вечно проблемы? А ваш сын, господи, прости меня, это же вообще худшее создание, которое произвело человечество. Вы за языком своим следите. Может, я уже пойду? Рашида Жавдатовна, может быть, я тоже уже пойду? Вот. Ее тоже унижали. Да, девочка? Софья Андреевна, я вас очень хорошо запомнила. Вы разбили мой телефон. А лучше б ты так уроки помнила, чем меня. Вашего сына нужно в интернат отправить. В интернате у нас ты учишься, дурак. Дима, ну зачем ты? Так это он проблемы создает. Тебя выгнали. Нафиг ты к нам в школу ходишь. Смотри под своим носом. Мой внук воспитанный, интеллигентный мальчик, в отличие от некоторых. Да, комранчик? Да, бабушка, моя любимая. Зачем вы написали заявление в полицию? Потому что ваша жена притащила целый класс в мою квартиру, поломали мои предметы, все перевернули, украли мою ночнушку, а в заключении затолкали в торт моего внука. Что я должна была делать? Комран, кто тебя в торт засунул? Да я не верила, кто меня в торт засунул. Как можно было не увидеть, кто тебя засовывает в торт? Тебя Юля в торт засунула. Ты что, офигел? Да нафиг он мне нужен. Для того, чтобы отомстить нашему классу. Что за месть, Юлия? Она с дерзким устроила челлендж. Что за челлендж, Юлия? Ты ничего и не устраивала. Женщины, давайте без криков и скандалов обойдемся. Софья Андреевна, вас ведь со школы уволили, правда? А вас это как-то касается? Внука вашего перевели в интернат. Я говорю, вас касается это? За эту беду палкой со школы не выгнать. Софья Андреевна, меня бы это не касалось, если бы вы не ходили в школу, в которой больше не имеете отношения. И почему из-за вашего внука наших детей допрашивает полетителей? Ох, Софья Андреевна, вам крупно повезло, что меня не было в школе в эти дни. Ох, если бы я была, вы б летели дальше школьных ворот вместе со своим внуком. И мэр вместе с вами. А с директором я поговорю еще. Устроил тут, понимаете ли, проходной двор эксплуатацию учеников. Софья Андреевна, так чего же вы хотите? Я хочу, чтобы мой внук учился в школе, в которой ему комфортно. Я хочу, чтобы всех учеников наказали по полной за то, что они сделали и делаю. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Чтобы справедливость восторжествовала, вам не нужно было заводить внуков. Дима! Дмитрий, что вы себе позволяете? Дима, ну что это такое? Может, я все-таки пойду? Леополь что? Концами уволился. Даже обзартовно. Так, Юля, Дмитрий, идите-ка по кабинетам. Софья Андреевна, давайте будем как-то решать. Вы ведь вроде были под домашним арестом. Возможно, вам нужна помощь? Что происходит? Дерзкий, Герман Адрайзи, а что там у тебя? Беда в школе с Камраном. Они что-то решают. Что значит решают? Я откуда знаю. А ты уверен, что твой батя не сделает только хуйню? Не знаю. Что по Арнольдовичу делать? Вы думали? Не фиг было доводить его до того состояния, что ему пришлось уволиться. Дерзкий, переводись нафиг в ту школу, откуда ты пришел. Вот именно. И забирай с собой Полину, Сашу и Диму. Может, тебя еще забрать? Нет? Напомнить, откуда ты пришла? Слушайте, вы все здесь такие крутые. Скидывайте вину на других. Герман, тебе напомнить, что ты крысокласса? Или Анжела, напомнить про твои залеты? Или может напомнить, как я с Камраном подрался? Мы все здесь не ангелы. И Наташа, ты тоже. Зачем всю вину на других спихивать? Рома, закрой тоже рот. Дерзкий. Ты реально не понимаешь того, что происходит. Пожалуйста, только не бей меня по лицу, но я хочу нормально объяснить, что наш географ ушел от нас. Той приходил к нам с фразами, а что случилось? Что происходит? И, пожалуйста, давайте сегодня без залетов. И по итогу что? По итогу мы снова остались одни. История повторяется. Юрьевну тоже когда-то выгнали из-за нас. Она не могла с нами справиться. Герман отчасти прав, но виноваты все. Вот именно, Герман прав, но виноваты все. Да какой все? Герман сейчас прав на все 100%. Проблемы только из-за дерзкого, Саши, Полины и Димы. Когда вы это уже поймете, наконец-то? Дима, я тебе там про перевод говорила, ты еще говорила, что с папой будешь меня знакомить сегодня? Это сейчас было неуместно. Может вам реально перевести из дерзкого? У меня бабушка работает в этой школе, я не хочу переводиться. Будешь фотографировать девочек в юбках в другой школе, Саш? Да ты что, реально обиделась на меня из-за этого? Нафига тебе вообще были нужны фотографии девочек в юбках? Реально думаете, что все настолько запущено из-за нас? Переведись, и проблем не будет. Ты реально ведешь себя как зверь. Что с классом? Я вас спрашиваю, что произошло с классом? Вы? Вы больные вообще все. Кто это сделал? Шкаф. Я сломал. Рашида Жавдатовна. Швабру. Я поломала Рашида Жавдатовна. Цветок я перевернула Рашида Жавдатовна. Рашида Жавдатовна. Это все из-за меня началось. Вообще, весь класс виноват Рашида Жавдатовна. Это я во всем виноват, Рашид Жавдатовна. И я хочу перевестись. В смысле? Перевестись. Рашида Жавдатовна, можно мне тоже перевестись? Рашида Жавдатовна, я тоже хочу перевестись. Я хочу перевестись, Рашид Жавдатовна. То, черт возьми, с вами со всеми происходит? Рашид Жавдатовна, а бабушка спрашивает, нужны ли еще какие-то документики директору принести? Я наведу порядок в этом классе. Можете не переживать. Итак, вы четверо за мной. Что значит перевестись? Понимаете меня правильно, Рашид Жавдатовна. Я ничего не могу говорить про ребят, но я реально сломал весь класс. Поведение, это все из-за меня. Я главный черт класса, главный придурок и нарушитель. Я не хочу, чтобы такие ребята, как Герман, Наташа, Орех, Варя, Соня, Анжела страдали из-за меня. Поэтому я принял решение о переводе в параллельных планах, если это, конечно, ты сам себя сейчас слышишь? Потому что если бы слышал, я бы не допустил того, что сейчас происходит. И в целом сложившаяся ситуация. Хорошо, родители, я зачем в школу вызывала? Ну, вы совсем разобрались? Географа как-то вернусь поздно? Я вас прошу, подумайте над тем, что вы мне сейчас сказали. Потому что если мнение свое вы не измените, я вечер займусь документами на перевод. Я надеюсь, вы хорошо все продумали. Ученик дерзкий. Дерзкий, думаешь, так будет правильно? У тебя что, есть другой вариант? Начать тебе новую жизнь, помнишь? Ну, это же не другая школа. Слушайте, я тут подумал, может, все-таки не стоит переводиться? Ребята, а вы реально переводиться будете? И я вам просто хотела поднять настроение после всего этого. Я хотела вам рассказать про крутые фракции на Аризоне. Вот допустим. Больница СФ, ЛВ или ЛС. Сашка уже рассказывал, но я напомню, что работая в больнице, вы следите за здоровьем всего штата. Вы даете необходимые справки, оказываете первую помощь и выполняете крутые квесты, за которые падают хорошие ларцы. А к этому всему еще и солидная зарплата. Также можно работать инструктором и выдавать жителям необходимые лицензии, без которых они не смогут существовать. Водительские права, права на лодку, воздушные транспорты и многое другое. А это хороший доход. Либо ТВ-студия, а именно СМИ, вы будете редактировать рекламные объявления жителей, продавать газеты и выполнять квесты получать ларцы, брать интервью у успешных людей. Но даже если это неинтересно, то можно пойти в страховую компанию и заниматься страховками на авто. А там есть где разгулять. Так же, как и в Центральном банке, выдавать депозиты или вообще брать выше и идти в правительство, чтобы стать мэром. Ну и как же без армии, которая будет охранять город? Это профессия для тех, кто готов жить по распорядку. В общем, Аризона открыта для всего и для всех. Высокие зарплаты, крутая экономика и успешный успех. Третий сервер Аризоны Мобайл ждет именно тебя, ведь весь наш класс уже здесь. Настроение поднял? Блинка, может тогда хотя бы поможешь с музыкой для этого, для клика. Почему Камран в наш кат зашел? Дим, смотри, мы поговорили с Рашидой Жавдатовной. Что значит поговорили? Говорил ты. Там в семье тяжелая ситуация, не все так просто и в принципе никто не был против того, чтобы Камран вернулся в вашу школу, в ваш класс заниматься. И я думаю, что так будет даже правильнее, потому что именно в классе вы сможете разобраться в чем именно проблема. А ему есть, что вам рассказать. Дим, но я займусь его документами из детской комнаты полиции. Ты шутишь? Он издевался над всеми вечно. Его выгнали со школы с позором. И выгнали его бабушку с позором. А ты говоришь, что его к нам в класс перевели. Дима, послушай своего отца и скажи спасибо, что тебя с твоими дружками не выгнали со школы вообще. Еще скажите, что вы Софию Андреевну вернули. Ну, твой отец работает над ее делом. Там тоже не все так хорошо. Мы сколько времени потратили на них? Сколько раз ты мама лично разбирала с Софией Андреевной? А вы хоть раз спросили у мальчика, почему он так себя ведет? Я перевожусь со своими друзьями в параллельный класс. Что значит переводишься? Я, конечно, все понимаю, но можно я уже, пожалуйста, пойду домой? У меня работа. А вас разве не отпустили? Идите, конечно. Знаете, что вы сделали хуже не только для меня, а для всей школы. Дима, ты куда? В место, где меня ценят. То есть ты хочешь сказать то, что твой папа вернул беду и камрана в школу? Прикинь, насколько нужно быть дураком, чтобы это сделать? Ты же говорил, что у тебя хороший папа. Хорошие прислушиваются к своим детям. Папа твой скоро придет? Да нет, он сегодня допоздна на работе. Не переживай. Полиночка, а ты дома уже? Папа, ты? А у нас гости, если что... это не тот дурачок твой одноклассник, который собирался девочек в юбках фотографировать. Да нет, это Дима, мой друг, одноклассник, помнишь, я же тебе рассказывала. Друг? Приветствую, друг. Здравствуйте, я парень Полины. Парень Полины? Полиночка, у тебя что, есть парень? Да нет, пап, он шутит, да. А, шутник, да? Отличник? Конечно, отличник. Дима вот с математикой пришел мне помогать. Математика, это хорошо. И, наверное, компьютерщиком будешь, да? Да, Дима в игры любит играть. И в какие игры играет? Я в резонный мобайл играю. Ммм, никогда такого и не слышал. Это что там такое? Аризона, это катастрофа Андрес. Только посетим. Можно с одноклассниками играть, с друзьями. Мы всем классом играем. У меня даже папа играет. Математика здесь где? Слушай, папа, а можно мы с Димой пойдем ко мне в комнату? Дима пойдет домой. А ты уроки будешь делать сама. В смысле? Давайте без лишних вопросов. Я вообще-то реально парень Полины. Мне сегодня сон приснился, что у нас с Полиной была свадьба. Я там видел вас. У вас там лицо было влюблено. Тебя проводить или сам уйдешь? Полина, что, серьезно? Аризона, Саня, ШГШ, на воле Бетла. Школа провисает, в голове нету идей. Играем в Аризон, мы не слушаем учителей. Дома по госу ловим, бабло мы экономим. Третье север на мобайле, на классике мы стаи. Заходи и регайся, получай ты кайф. Бабки зарабатывай, делай и вникай. В классиках всегда проблемы, классное наше шоу. Держки порешает, устроил нам всем шоу. Мы все школьники, крутые, во фракции вседим. Герман наш за балусов, Держки рэкетир. В общем, в школе жопа, сам непобедим. За работа честно, мы так не хотим. Заходи и регайся, ссылка в описании. Аризон на кайф, спасибо за внимание. Нам всем пофиг, мы ведь самеры. На центральном рынке, разведем барейк. Нам на сервере дают верты, нас уважают бандиты и менты. Ром, нормально ты снял? Я просто по лжеви-то не могу выговорить. Нафиг мне этот рэп вообще нужен? Так ты снял? Ну что, ребят, огромное спасибо всем за просмотры. Как вы смогли заметить, наши ребята снова сегодня играли в Аризону. Это значит, что сегодня, совместно с нашими школьниками и совместно с вами, мы проведем стрим на проекте Аризона РП, а именно третий мобильный сервер. Все ссылки в описании. Переходите, скачивайте себе Аризону на телефон и присоединяйтесь к нам на стрим, где мы будем отвечать на вопросы и играть вместе с вами. Вся необходимая информация, как всегда, у нас в Телеграм-аккаунте, ссылка которого в описании под роликом. Всем спасибо, не забывайте про лайк и подписку. Всем пока!